Досрочная отставка Ройзмана, как и прогнозировали, не повлияла на принятие судьбоносных поправок в устав города сразу же после снятия мэра с должности. В Екатеринбурге официально отменили всенародные выборы градоначальника. Окончательное решение было принято практически единогласно. 25 из 33 присутствующих депутатов проголосовали за изменение устава и отныне единого главу города станут выбирать не народ, а народные избранники. Подробнее об этом Анжела Брик. Это заседание никак не может начаться. Часть депутатов уже второй раз пытается сорвать встречу. Юбилейное 80-е заседание закрылось, так и не начавшись отставкой мэра. Повторить скандал пытаются и сегодня. Никаких решений председателя Екатеринбургской городской думы главы Екатеринбурга о созыве в дне очередного заседания по требованию вентретий не было. Это первое. Поэтому данное заседание является незаконным. Поберегите, пожалуйста, коллег. Вот вы Евгению Владимировичу на прошлом заседании практически довели. Он был против решения о уводлении принятого мэра. А ваше выступление провели к тому, что он эмоционально, видимо, не выдержал и вынужден был написать заявление об отстарке. Не сумев помешать открытию заседания, оппозиция вновь пытается сорвать голосование по отмене прямых выборов мэра. Депутаты заявляют, что этот вопрос внесли задним числом. Там не было проекта повестки. Дайте сказать. Его не было. Дайте сказать. Его не было. Ее-банее. Дайте я звонить до конца. Было написано. Проект повестки прилагается. Дальше. Вот почему он прилагается. Пошли в наших эспонентах. За 10 лет впервые так много там пришло прессы. Преем потратили люди. Камеры тяжелые, если бы вообще прям вон там принесли. Поэтому давайте не решать вопросы, будем двигаться дальше по повестке. Этот аргумент, похоже, сработал. Депутаты утихомерили пыл и все же приняли решение о возвращении к одноглавой системе и отмене прямых выборов главы города. За проголосовали практически единогласно. 31 против 2. Правда, после заседания многие признались, это вынужденная мера и при первой же возможности они будут инициировать возвращение прямых всенародных выборов мэра. Лично я всегда отстаивал местное самоуправление. Я считаю, что, подчеркну, субъективное мнение. Я за сильного главу. Я за всенародно избираемого мэра. В следующем, в седьмом созыве я лично готов разработать такой законопроект для того, чтобы изначально рассмотреть его на заседании городской думы, потом выйти с соответствующей законодательной инициативой в законодательное собрание и уже там рассматривать и принимать новый закон, который позволит выбирать именно сильного мэра в Екатеринбурге, но уже со следующего срока. Правда, пока мысли депутатов заняты другими документами. В ближайшее время им предстоит принять положение о выборах в новом формате, то есть определить требования к кандидатам в мэры и состав комиссии, которая будет рассматривать резюме. Ну а всенародное голосование, похоже, вернется в Екатеринбург не раньше, чем через шесть лет. Анжела Брик, Ярослав Прохоров. Главные новости Екатеринбурга.